В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Нужны теплые вещи и предметы быта. Пункт сбора помощи мобилизованным и добровольцам открыт в Центре соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Мокрый снег и голоредица, каким будет последний осенний месяц. Трижды лауреаты. Воспитанницы ДШИ покорили жюри международного конкурса хореографии и вокального исполнительства «Солнце-круг». Пункт сбора помощи мобилизованным и добровольцам открыт в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Помочь военнослужащим можно лекарственными наборами, средствами гигиены, теплыми вещами и предметами быта. У соровчан есть возможность сделать посильное и доброе дело и помочь мобилизованным гражданам. В Центре социального обслуживания открыли пункт приема необходимых вещей для солдат. В этот перечень входят средства личной гигиены, шампуни, мыло, зубные щетки и пасты, антибактериальные гели, влажные салфетки, предметы быта, термосы, спальники, фонарики, туристические коврики, клопочные мобильные телефоны. Может включаться лекарственные наборы. Лекарства должны быть со сроком годности, естественно, не менее трех месяцев ко дню реализации. В большей степени требуются перевязочные бинты, жгуты, обезболивающие, противовирусные препараты. По наименованию никаких ограничений нет. Также можно принести теплые вещи на холодную погоду. Свитера, камуфлированные костюмы, носки, шапки, балаклавы. Одежда обязательно должна быть новой. Продукты питания не принимаются. Акцию проводят совместно с организацией Дом народного единства Нижнего Новгорода, куда потом и направятся коробки, собранные гуманитарной помощью. Мы принимаем только вещевую помощь. Но у Дома народного единства открыт расчетный счет, на который все желающие, в том числе жители нашего города, имеют возможность отправить финансовую поддержку и помощь. Расчетный счет также располагается на сайте нашего учреждения. Помочь мобилизованным могут также рабочие и учебные коллективы, учреждения города и коммерческих организаций. Вещи принимают в Центр социального обслуживания по адресу улица Шверника, 11, с 10 до 8 часов вечера ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Подробную информацию можно получить по телефону 6-94-39. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Уровень бытовой коррупции решили измерить в Нижегородской области. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений региона с 31 октября по 30 ноября проводит анонимный онлайн-опрос на сайте отделантикор.52гоф.ру. Заполнение анкеты займет не больше 10 минут. Вся полученная информация используется только в обобщенном виде. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прямые авиарейсы из России доступны в 31 страну, хотя полгода назад их было 15. Несмотря на антироссийские санкции, число зарубежных направлений, куда летают прямые рейсы из России, с марта по октябрь выросло в два раза, а средняя стоимость купленных билетов снизилась по некоторым направлениям в разы, сообщили российской газете представители индустрии путешествий. Больше авиакомпании рейсов ниже цены. По данным сервисов бронирования, средняя стоимость авиабилетов с марта по октябрь снизилась. Например, перелеты из Москвы в Баку подешевели в полтора раза и сейчас обходятся в 29 тысяч рублей туда и обратно. Стоимость перелета в Ереван снизилась в 1,3 раза. Меньше всего подешевели перелеты в Ош и Бишкек на 23,20% соответственно. Нижегородские медики дефицитных специальностей получат выплату в размере 1 миллиона рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации. Средства могут получить медработники с российским гражданством и бессрочным трудовым договором, заключенным не позднее 1 января этого года. Также для получения выплаты необходимо иметь высшее медицинское образование и начать работать сразу после окончания обучения или не иметь опыта работы в государственных медучреждениях в течение двух лет. Перечень дефицитных специальностей медицинских организаций утверждает Минздрав региона. Ночью 0,3 днем столбик термометра колеблется около нулевой отметки. Все это сопровождается мокрым снегом и гололидицей. Такой стала первая неделя последнего осеннего месяца. Чего от погоды ждать саровчанов в ноябре и какой будет грядущая зима, расскажем далее. Природа вовремя вспомнила, что ноябрь – это месяц предзимья. И буквально в последний день октября с северо-западным ветром в средней широты произошло активное вторжение холодного воздуха. В центре и на севере региона сформировался снежный покров от 1 до 6 сантиметров. Для саровчан первая неделя ноября принесла мокрый снег, минусовые температуры по ночам – в среднем 0,3 градуса, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева. И ноябрь в этом году по температурному фону ожидается близким к норме. Для саровчан это минус 2 градуса. И те, кто еще ожидает плюс 10, наверное, ждать не стоит, поскольку обеспеченность даже таких высоких температур всего 5-10%. Осадков в ноябре ожидается в пределах среднестатистического значения 40-45 миллиметров. И в 90% это снег и мокрый снег. В начале месяца снежный покров будет неустойчивым, поскольку чаще всего снег ложится в зиму в конце ноября – начале декабря. Но в темное время суток при таких природных условиях гололедица на дорогах формируется уже сейчас. Поэтому водителям нужно соблюдать осторожность. По прогнозам, аномальной по холодам грядущая зима не станет. Из-за изменения климата самые продолжительные и интенсивные холода с морозами, конечно, возможны в конце января – начале февраля. Что касается снега, конечно, снегопады будут, поскольку наша территория открыта и доступна всем циклонам, которые смещаются в наши широты с Атлантики, со Средиземноморья и Черного моря. При этом циклоны могут принести к нам не только осадки, но и оттепели, которые бывают во все три зимних месяца. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Городской фестиваль «Я и Саров. Мечты о будущем» запускает детская художественная школа с 1 декабря. Организаторы ждут творческие работы юных саровчан от 7 до 17 лет. В номинациях «Изобразительное искусство», «Компьютерная графика», «Плакат», «Декоративно-прикладное творчество» и «Скульптура». Подробнее об условиях участия расскажем далее. Наукоград – город физиков, ковавших ядерный щит, колыбель православия. За долгую историю у Сарова появилось немало разных имен. Но каким наш город видит молодое поколение? И главное, каким они представляют Саров будущего? Свои размышления на этот счет юные горожане от 7 до 17 лет могут представить на фестивале детского художественного творчества «Я и Саров. Мечты о будущем», который стартует 1 декабря. «Это могут быть архитектурные пейзажи, это может быть растительность будущего, парки, сады, клумбы и так далее. Это можно пофантазировать на тему транспорта будущего. То есть здесь придется ребятам познакомиться с уже существующими достижениями науки и техники». Работы принимают по пяти номинациям – изобразительное искусство, компьютерная графика, плакат, декоративно-прикладное творчество и скульптура. Организатор фестиваля – детская художественная школа. Первый отборочный этап пройдет с 1 декабря этого года по 1 февраля следующего. В этот период образовательной организации участники фестиваля выберут лучшие работы своих учеников и направят их в художественную школу до 15 февраля. «Итог фестиваля городского будет подведен в марте. И в марте планируется выставка детских работ в нашей художественной школе. Департамент культуры города Сарова сформирует комиссию. Будут отобраны лучшие работы участников фестиваля. И планируется, что это увидят и горожане нашего города, скорее всего, в парке имени Зернова». Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефону 7 17 70. Активные старшеклассники Сарова собрались в городской думе, чтобы провести каникулы с пользой. Темой встречи стало лидерство, а ведущий – Антон Ульянов, победитель конкурса «Лидеры России». На встрече ребята формулировали мечты, цели, делились поводом к вдохновению, играли и дискутировали. Союз старшеклассников «Статус» каждый месяц проводит занятия в рамках традиционного проекта «Школа-лидер». В начале учебного года ребята разработали свой план встреч, утвердили темы и даты. А сейчас активно принимают участие в дискуссиях, тренируют различные навыки. «Вот она, четкая ответственность за результат, когда ты делаешь что-то не так, но зато лидер, конечно, лучше коммуницирует со всей командой и все, если даже явно не говорят, они подспудно понимают, это вот тот человек, который нас всегда собирает». Антон Ульянов давал ребятам нестандартные задания. Так все участвовали в дебатах на тему, почему выгодно или невыгодно быть лидером, провели самоанализ своих достижений и распланировали цели на будущее. «Несмотря на то, что сегодняшняя встреча была организована для подрастающих поколений, мы, взрослые, тоже приняли участие. Она была очень интересной, по крайней мере, мы узнали еще раз для себя, каково это быть лидером, что лидер – это очень ответственная должность. И поучаствовали в спорах, разговорах». Обсуждая тему лидерства, молодежь отметила у этого типа личности такие качества, как инициативность и ответственность, вдохновение и мотивация. В свою очередь Антон Ульянов рассказал старшеклассникам, как с помощью нестандартного мышления и умения коммуницировать можно получить должность мечты. «И самое, что мне запомнилось, это именно про навыки будущего. Это вот компетенция 4К – кооперативность, коммуникативность, критическое мышление и креативность. Я смогла задуматься о своей будущей мечте, потому что у меня еще нет». 30 ноября пройдет занятие по теме «Бизнес как профессия», информацию о предстоящей встрече опубликует в группе «Союза старшеклассников статус» в социальной сети ВКонтакте. Ульяна Скородумова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Воспитанницы детского хореографического коллектива «Контемп» успешно выступили на международном конкурсе в сфере хореографии и вокального исполнительства «Солнце-круг». На конкурсе применялся квалификационный принцип оценки постановок с учетом категории исполнителей. Хореографический коллектив детской школы искусств «Контемп» – трижды лауреат международного конкурса в сфере хореографии и вокального исполнительства «Солнце-круг-2022». Коллектив в составе 11 человек выступили на сцене Дворца культуры железнодорожников в Нижнем Новгороде. Конкурс проходил не по традиционной соревновательной системе, а по квалификационному принципу оценки постановок. Квалификационный по категориям. Мы относились к категориям категории А. Это категория, в которой участвуют все желающие из школ искусств и хореографических школ. Поэтому мы оценивались выше остальных. Следующей категорией были любые другие школы. Для воспитанниц контемпа это первый выход на танцевальную площадку в этом сезоне, который сразу стал успешным для коллектива. По итогам конкурса в номинациях «Классический танец» и «Народный танец» саровчане стали лауреатами второй степени. А современному танцу дуэта воспитанниц контемпа члены жюри присудили звание лауреата третьей степени. Мне очень понравился этот конкурс, потому что там были очень… Жюри очень строгое. Оно правильно судило, как по мне. Спасибо большое хореографу, что она все-таки свозила нас, подала свою инициативу. Потому что это все равно опыт для нас, это пригодится в жизни, ну и приятно иметь награждение, а не на дипломы. Контемп ездит на конкурсы в первую очередь для того, чтобы учиться и перенимать опыт у других коллективов и профессионалов в области танца. Все недочеты и достоинства номеров члены жюри обсуждают с танцорами сразу после окончания конкурсной программы. Критику воспитанницы детской школы искусств и их педагог воспринимают положительно. Это помогает коллективу оттачивать и совершенствовать свои постановки. Все свои номера мы ставим сами. Именно вот соотворчество преподавателя, то есть меня и детей, это, конечно, бесценно. То есть мы их ставим в течение года учебного, поэтому у девочек очень мало свободного времени. Они заняты практически каждый день в школе искусств. Осенью и зимой коллективу предстоит большая работа по созданию новых номеров. А выйти на конкурсную сцену контемп планируют в дни весенних каникул. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА